Как вы можете оценить выступление своей команды на этом чемпионате России на данный момент? Ну, мы еще выступаем, соревнования идут, когда будет окончание, тогда я смогу оценить выступление. Если, что касается вот этой встречи, да, мы выиграли у очень сильной команды Башкирии, чемпионки, вернее, обладательницы Кубка страны прошлого года. И мы, кстати, им проиграли осенью. И то, что мы сейчас выиграли, конечно, мы очень довольны. Какие прогнозы на финал, что вы можете сказать о своем сопернике предстоящем? Ну, предстоящий соперник – это команда города Москвы, традиционно сильный соперник. Наша команда, естественно, будет стараться победить. Ну, это, собственно, точно так же, как и команда Москвы. Но что получится, покажет время. Хотелось бы сказать теперь персонально по поводу ваших подопечных. Вчера Инна Дереглазова уступила Белли Кулаеву. И в чем вы видите основные причины ожидания такого поворота? Ну, это спорт. Конечно же, у любых спортсменов бывают осечки. Но в данном случае это случилось у нее. Бывает. Юлия Бирюкова заняла первое место. Что можете сказать о ее финальном бое с Алборовой? Очень непонятно, это все было долго. Она уступала, потом догнала. Ну, Юлия Бирюкова у нас опытная спортсменка. Она двукратная чемпионка Всемирной студенческой универсиады. Она сериалный призер многих чемпионатов мира. Бронзовый призер Европы в личном переносе. Призер Европы в составе команды. Она опытный боец. Где-то что-то у нее не пошло, но она сумела перестроиться и выиграть этот бой. Это говорит о том, что она была недостаточно собрана в начале. Но опыт сказался и она перестроилась и выиграла. А что можете сказать вообще по поводу мероприятий, по поводу организации? Все ли устраивает вас спортсмены? Ну, во-первых, хочу сказать, что город Омск для меня не просто очередной город, где проводится чемпионат страны. Я здесь учился, заканчивал институт физкультуры. И он мне дорог, и я с удовольствием приехал сюда. И выступать для меня было здесь всегда приятно. И очень приятно на этом чемпионате России. Что касается организации, что у меня все неплохо организовано, и мы довольны. Хотелось бы спросить еще у вас, как у опытного тренера, как вы можете оценить фехтование спортсменов сейчас на этом соревновании? Сможем ли мы замахнуться на медали на Олимпиаде? Ну, прогноз это дело неблагодарный, поэтому я воздержусь. Спасибо.